Важная новость. Посмотрим сейчас за кулисами, что происходит с Джо Рогеном. Нам только что сообщили, что Такахаши сломал руку в бою, и он не будет выступать в финале. Заменит его альтернативный кандидат Ник Санзо, который сегодня уже одержал победу вечером. Большое спасибо. Ник Санзо сегодня победил в альтернативных боях. Он заменит Такахаши и будет драться с Боллендером. Санзо выиграл бой через 43 секунды, его остановили в эфире. Остается раскладка Боллендера и Санзо. Боллендер будет легче, чем Санзо. Санзо сейчас готовится, и я думаю, что это будет хороший бой. О чем говорил Джерри Боллендер? Влияние работы его с Кэмом Шемроком. Вот что скажет Боллендер о работе в логове Льва. Он сделал для меня все. Он ничего не упустил. Раньше я мог вести основной бой, потом уличный бой против среднего человека. Но теперь я могу драться с одними из лучших в мире. Итак, вот идет Джерри Боллендер. И видите, какое отличие в финале. Вместо того, что тридцать с Такахаши, он тридцать с Ником Санзо. Боллендер 3-1 сейчас на чемпионат в поем без правил. Он выглядит более опытным. Менеджер его Боб Шемрок тренирует его Кенни Прэм Шемрок. Он пришел в логово Льва и говорит, что тренировался весь год с самыми лучшими. Боллендер готов к испытаниям. Итак, Джерри Боллендер из Ливерморда, Калифорния. Родился он в Норфолке, Вирджиния. Его соперник Ник Санзо. Альтернативный кандидат. Санзо знает, что альтернативным кандидатом надо всегда быть готовым. Надо постоянно ожидать того, что попадешь в основной турнир. Может быть, даже прямо в финал. Если посмотреть на историю боев, многие проводили целые войны. И не выходили не из-за того, что травмированы, а просто из-за усталости. Я думаю, что соперники в обоих раскладках в основной альтернативной примерно равны. Они могут вполне устранить друг друга. Вот идет Ник Санзо. Вот идет Ник Санзо. Из Нью-Йорка. Ну, а теперь вы. Да, действительно, я там вырос. Там, помните, на Гамбург-Стрит есть целая двереница клубов. Джиу-джитсу, карате, кисбоксинг. Насколько я помню, это в хороших кисбоксингах. Чемпион по-бразильскому карате Вымо-Яки-Дало. Чемпионат восточного побережья. Противник Джерри Боллендера. Что скажет Кен Шамбрак. Последний бой он провел хорошо. Он закреплял себя хорошо. Опытный человек, хорошая равновесие. Мы не знаем, что от него ожидать, потому что... Противника не было опыта Боллендера. Здесь его испытают. Итак, посмотрим. Боллендер – молодой лев. На 9 фунтов тяжелее. Он на 2 дюйма выше ростом. И это восток против запада. Калифорния и Нью-Йорк-Сити. Менни Гарсио формально представит наших спортсменов. Турнир легкого веса. Впервые в истории чемпионата. Представляю вам, прежде всего, с левой стороны. Борец, ведущий в бой для сдачи. 6 лет любительской борьбы. 3 года профессиональной борьбы. 22 года. 5 футов 11 дюймов. Лес 188 фунтов. Ветеран чемпионата с рекордом 3-1 на 8-мой бойнице. Сегодня раньше он уже побеждал, заставив соперника сдаться. Из Бокфорда, Калифорния, логово льва Джерри Боллендер. Представляя искусство джиу-джитсу. 5 футов 9 дюймов. Вес 190 фунтов. 1 ноль на 8-мой угольнике. Из Ниске Уна, Нью-Йорк. Ник Манзо. Да, мне жаль, что испортили название моего родного города. Ну, что поделаешь. Боллендер против Сэнзо. Боллендер в коротких трусах. Боллендер будет размягчать Сэнзо и посмотреть, что он сделает. Он спортсмен опытный, он будет переводить бой вниз. Встречаются два хороших борца. Кажется, Боллендер атакует здесь. Пошла борьба. Подышающий прием. Но, кажется, Боллендеру провести его не удалось. Боллендер попробовал колено, он будет пытаться выразмельчить. Он не торопится. Он будет занимать столько времени, сколько надо. Вот это я понимаю. Распятие. Ну, что получается, если надавить на шею? Мгновенное удушение. Примерно три недели назад мы видели на одном из борцовских турниров. Примерно такой же исход. Джерри Боллендер. Так, Боллендер побеждает. Удушением и быстрой сдачей. Шамрак и Боллендер только ждали, когда начнется второе деление легковесов-тяжеловесов. Вот, видите, он нагибает, а потом двойной крюк. Мастерский борцовский прием, голова нагибается вперед. Да, вот болезненный прием. Но со временем перехватывает дыхание. Теряешь сознание. Люди, наверное, не совсем понимают, что прижатье подбородка к груди – это тоже форма удушения. Да, конечно, можно даже потерять сознание. Да, я очень быстро постучал. Я здесь с первым победителем.